Приветствую всех, вы на канале Instarting Новости и сегодня в выпуске. Злоумышленники нашли новый способ угонять электромобили Тесла. Argo AI начала тестировать такси без водителя за рулем. IonQ представила прикладные квантовые компьютеры нового поколения. Авиатакси E20 сможет разгоняться до 260 км в час и иметь запас хода в 200 км. Обо всем этом подробнее далее. Обязательно подписывайтесь на канал, досматривайте это видео до конца. Давайте начинать. Эволюция систем безопасности Тесла привела к тому, что автовладельцу нет нужды постоянно носить при себе ключ от машины. При необходимости его можно заменить не только карточкой, но и смартфоном. Электрический ключ также можно передать и другим людям. Все эти удобства цивилизации имеют обратную сторону медали. Уязвимость в протоколе Bluetooth LE позволяет злоумышленникам проникать в салон электромобилей и угонять их. Специалисты британской компании NCC Group обнаружили, что уязвимость в протоколе Bluetooth Low Energy позволяет удлинять радиус действия штатного ключа или его электронного аналога, отпирая электромобиль и получая доступ к его управлению даже в том случае, если владелец находится на значительном удалении от машины. Злоумышленнику для реализации взлома системы безопасности Тесла по такой системе потребуется два ретранслятора, позволяющие увеличивать диапазон сигнала смартфона владельца или штатного ключа, а также ноутбук со специальным программным обеспечением. В ходе эксперимента на электромобиле Тесла один ретранслятор располагался на расстоянии около 14 метров от смартфона автовладельца, а второй был подключен к ноутбуку хакера, расположившегося в непосредственной близости от машины. Комплект оборудования для реализации этой схемы, если не считать ноутбук, стоит около 100 долларов и может быть куплен в интернет-магазинах, а после установления соединения проникновение в салон электромобиля требует не более 10 секунд. По данным исследователей, угонщики спокойно могут приближаться с ретрансляторами к дому автовладельца, когда тот спит, оставляя смартфон включенным и получать контроль над припаркованным поблизости электромобилем. Методика взлома отличается от уже известных лишь в некоторых нюансах и по большому счету не является уникальной для электромобилей Тесла. Таким способом можно получать доступ к более чем 200 моделям автомобилей, а также различным умным устройствам типа электронных замков, использующих протокол Bluetooth LE для связи со смартфоном. Поэтому если у вас во владении электромобиль Тесла или другие умные устройства, которые используют данный протокол, оставайтесь бдительными. Не отходя от кассы, еще расскажу одну новость от компании Тесла. По различным причинам автокигант Илона Маска откладывала начало продаж представленного в 2017 году электрогрузовика Сэми. Похоже, что запуск Сэми может состояться в скором времени, поскольку Тесла начала принимать предварительные заказы на покупку грузовиков. Желающие стать его обладателем должны внести депозит в размере 20 тысяч долларов. При этом сроки начала производства, запуск которого должен состояться в 2023 году, не были передвинуты. Как я сказал ранее, компания анонсировала грузовик в 2017 году. На момент презентации говорилось о том, что он сможет преодолевать без подзарядки до 800 километров. Также сообщалось о поддержке быстрой зарядки Mega Charger, возможности разогнаться до 100 километров в час за 20 секунд и грузоподъемности в 36 тонн. Стоимость Сэми начинается от 150 тысяч долларов, что делает его жизнеспособным решением для компаний, которые заинтересованы в междугородных перевозках и снижении уровня выброса вредных веществ в атмосферу. Лидерами в сфере тестирования лишенных водителей автоматических транспортных средств на территории США можно признать компании Wymor и Cruis, которые еще в начале весны добились права осуществлять с помощью таких машин коммерческие перевозки в Калифорнии. Argo AI приступила к подобным перевозкам без водителя уже в Техасе и Флориде, но взимать плату за проезд пока не имеет права. Разрешение на осуществление испытаний беспилотных такси без страхующего водителя в Остине и Майами компания получила лишь недавно, хотя уже несколько лет наматывает мили в этих городах на прототипах с испытателями за рулем. Сейчас, когда власти разрешили ей удалить из салона водителя, она осуществляет пробные поездки в полностью автоматическом режиме, перевозя по улицам двух указанных городов США собственных сотрудников. Последние могут вызывать автоматическое такси через специально разработанное приложение. Компания пользуется поддержкой не только автомобильных компаний Ford Motor и Volkswagen. В интеграции своих сервисов с ней заинтересована и Lyft, выступающего своего рода агрегатором услуг такси на территории США, а также гигант розничной торговли Walmart, намеревающийся осуществлять доставку продуктов и других товаров при помощи беспилотного транспорта в городской черте. Как только Argo AI получит соответствующее разрешение, поездки на машинах без водителя станут доступны рядовым клиентам. Американская компания IonQ представила новые квантовые системы Forte, широкие поставки которых начнутся со следующего года. В новой системе стало еще больше кубитов, точность работы которых также была повышена. По словам компании, IonQ Forte на сегодня является самыми производительными квантовыми компьютерами в мире для решения прикладных задач. Квантовое железо настраивается под алгоритмы клиента и поэтому максимально оптимизировано. Предыдущее поколение квантовых систем IonQ Area содержит по 20 алгоритмических кубитов. Оценка опирается на собственную метрику компании IonQ. Напомним, производители квантовых систем пока не договорились о единой метрике для измерения производительности и возможностей квантовых компьютеров. Компания IonQ предложила свой вариант в виде подсчета так называемых алгоритмических кубитов, в основу которого были положены типовые алгоритмы, определенные консорциумом квантового экономического развития. По мнению IonQ, алгоритмические кубиты позволяют клиентам с высокой точностью предсказать производительность квантовых систем при выполнении тех или иных вычислений и тем самым выбрать для себя оптимальную конфигурацию. Новое поколение систем IonQ Forte содержит 32 алгоритмических кубита, что более чем на 50% превосходит возможности предыдущей платформы. Также новая платформа получила оптические системы в виде акусто-оптического дефлектора, которые позволяют динамически направлять лазерные лучи, управляющие квантовыми затворами, на отдельные ионы. Системы опираются на оптические ловушки ионов, в которых лазеры используются для установки и измерения квантовых состояний ионов. В IonQ Forte улучшенная система управления лазерами, которая способна адресовывать до 40 отдельных ионных кубитов и в настоящее время настроена на использование 31 из них. Китайский стартап T-CAP TEP заявил об успешных испытаниях своего EVTOL аппарата I-20. Демообразец в масштабе 50% прошел 6-месячную серию тестовых полетов и доказал надежность базовой конструкции. Аппарат способен переходить из вертикального взлета в режим крейсерского полета за счет поворотных роторов. В ближайшие недели компания сфокусируется на более сложных испытаниях, а также начнет полеты полноразмерного прототипа. Электроаппарат поставляется с двумя парами крыльев, установленных над кабиной с пассажирами и набором из шести роторов-трансформеров. Сначала аппарат поднимается в воздух вертикально, используя винты, направленные вверх. Затем часть роторов поворачивается по направлению полета и начинает работать в качестве основной движущей силы. Такая конструкция обеспечивает высокую маневренность и низкие затраты для серийного производства, уверены разработчики. Коммерческая версия I-20 сможет достигать скорости 260 км в час и будет снабжена емким аккумулятором, который обеспечит перелеты на расстояние до 200 км. При появлении на рынке более емких батарей эти показатели могут быть увеличены. На этом у меня все новости, друзья. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте ему мощный лайк, подпишитесь на наш канал и жмите колокольчик. Не забывайте оставлять свои комментарии внизу под видео и делиться этим каналом с друзьями. Еще больше полезной информации вы найдете на других наших полезных ресурсах, ссылки на которые вы найдете в описании. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был Андрей, канал Инстардинг Новости. Не переключайтесь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok